Очередное 24-е по счету обращение президента к федеральному собранию проходило в центральном выставочном зале Манеж, а не в Кремле, как это было в предыдущие годы. На специальных экранах транслировалась инфографика. Интерес к посланию был огромным. Более 700 журналистов освещало мероприятие. Число гостей превысило тысячу. Представители Госдумы, Совета Федерации, министры и главы регионов. В начале выступления Владимир Путин отметил, послание носит рубежный характер. Россия не раз доказывала свою способность к развитию, к обновлению. Осваивала земли, строила города, покоряла космос. Совершала грандиозные открытия. Эта постоянная устремленность в будущее, сплав традиций и ценностей обеспечили преемственность нашей тысячелетней истории. В целом послание президента можно разделить на две части. Первая была посвящена внутренней повестке. Акценты на важных вопросах социальной сферы. Здравоохранение, поддержка материнства, образование. Государство продолжит поддерживать демографические программы. Всего на эти цели будет направлено почти 3,5 триллиона рублей. Важно обеспечить семьи местами в Яслях. И уже известно, что наша область получит из федерального бюджета 350 миллионов на создание дополнительных мест в младших группах. Об этом в социальных сетях сообщил Дмитрий Миронов. Задачу поставил президент. И в первую очередь деньги будут направлены в Ярославль, Рыбинск и Ярославский район. Есть успехи региона и в других направлениях социальной сферы. Мы реализовали несколько проектов на территории Ярославской области и в поддержку людей пожилого возраста. Это наше активное долголетие. И семьей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. И семьей с детьми инвалидами, молодыми инвалидами. Отдельное внимание. Президент уделил развитию здравоохранения. В частности, предложил реализовывать общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями. Важно провести модернизацию онкологических центров. В нашей области уже принято решение о строительстве нового хирургического комплекса при областной онкологической больнице. Большую работу ведут медики и по ранней диагностике заболевания. Владимир Путин отметил, важно помнить об интересах и потребностях людей. Здравоохранитель движется вперед. У нас инвалидность за последние 10 лет снизилась примерно в 6-7 раз. Это очень серьезно. Мы отремонтировали с помощью губернатора Адмитрия Юрьевича Миронова лоротделение. В этом году мы закончили ремонт отделения хирургии кисти. В ходе выступления отдельной строкой Владимир Путин отметил ремонт дорог в стране. И добавил, что на эти цели в ближайшие 6 лет набравят 11 триллионов рублей. Это почти в два раза больше, чем ранее. Особое внимание, по мнению главы государства, нужно уделять магистралям регионального значения. Кроме того, президент говорил много о развитии инфраструктуры в субъектах России. И здесь важно ввести на местах эффективную работу с инвесторами. Мы проводим очень огромную работу правительством Ярославской области о привлечении частных инвесторов как в экономику и в реализацию наших главных проектов. Даже вот взять такой момент, такой вопрос, как решение проблем с обманутыми дольщиками. Очень важно привлекать инвестора в целом, в экономику, в промышленность и в развитие агропромышленного комплекса. Мы имеем определенные уже успехи. Говорил Владимир Путин и о будущем образования. Так, с нового учебного года президент предложил запустить новый проект профориентации школьников «Билет в будущее». На это выделят 1 миллиард рублей. В нашем регионе вопросам профориентации школьников и сейчас уделяют большое внимание. Есть фармкластеры, развивается Гванториум. Ярославская область в работе с талантами, на мой взгляд, за последнее время и за последний год в том числе, выглядит на федеральном уровне очень неплохо. Есть куда стремиться, конечно. У нас традиционно сильные математические школы, сильные олимпиадники по математике, по физике. Мы очень активно участвуем практически во всем олимпиадном движении. 2018 год объявлен годом добровольца. Был принят закон, который обязывает все уровни власти оказывать содействие волонтерам. Волонтеры из Ярославской области принимали участие во многих крупных мероприятиях страны, в том числе в Олимпийских играх в Сочи, в эстафете Олимпийского и Паралимпийского огня. Участвовали в проведении организационных мероприятий, приуроченных Чемпионату миру по футболу 2018 года. Нередко приходилось выезжать и на помощь при чрезвычайных ситуациях. В нашем регионе действует 170 волонтерских отрядов. По поручению Дмитрия Юрьевича мы занимаемся разработкой добровольческого центра, который объединил бы усилия не только молодежных волонтеров, потому что именно дворец занимается категорией молодежи, но и всех волонтеров других возрастов, в частности еще и серебряных волонтеров так называемых. Это те волонтеры, которым уже более 60 лет. Вторая часть послания Владимира Путина была посвящена новейшим разработкам последних лет отечественного вооружения. Президент отметил, военную мощь России следует рассматривать как часть мирового баланса. Георгий Колчин, День в событиях. Продолжение следует...